Мы хотим сейчас представить архиебископа Сергея, реформатора Православной Церкви. И сейчас мы ему предоставим слово, свидетельство. Пускай Бог благословит и внимай слушать, что Бог будет говорить к нам. Пускай Бог благословит и внимай слушать, что Бог будет говорить к нам. Которые спасены, которые мы спасаемся. Приветствую всех братьев, сестер здесь и приветствую имя Господня. Хочу поделиться тоже и Словом Божьим из посланий к Ефесянам, 2 главы, 4 стиха записано следующее. Что Бог написано, Ефесянам 2 глава, 4, 5, 6, 7 и 8 стихи читаем. Здесь написано, что Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. И нас, можно и вас, и нас, потому что и тех Ефесян, и сегодня здесь нас в Туле, где бы мы ни были, ко всем нам в Слово это обращено. Он, мертвых по преступлениям, а же он творил со Христом благодатью, мы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильные богатства благодати своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью мы спасены через веру и сияние от нас Божий дар. Аминь. Вот Божий дар, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим есть. Есть одна сторона медали, да, видная такая, во смесье за век смерть. Но есть другая сторона медали, да, другая правда, что дар Божий есть, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Как есть такая присказка, да, ад или рай, сам выбирай. Как вот те сказки там, добром молодцы, богатыри какие-то сказочные, оказывались там на перекрестке дорог, пойдешь там направо там, огня потеряешь там, налево там, сам снимешь, или что-то еще найдешь там. А здесь две дороги. Евангелие показывает нам два пути, путь жизни и путь смерти. Блажены те, что избрали путь жизни. Вот сейчас на мне такой крест четырехконечник. Есть еще старый у меня, она была здесь сегодня в четыре года, такой восстыконечник, старый такой, ему уже больше 300 лет. Это мне еще покойный уже митрополит Алий Игусев был такой в Москве. Он уже старец. Скончался уже давно, уже в 91-м году. Мне тогда еще молодому священнику, я служил тогда на приходе в селе, в Рязанской области, вот там где Краснастя родилась. У нас шестеро детей, из них первых двое, наши детей родились там, в Рязанской области. В начале 90-х, где я служил священником. На приходе просто сельским священником в селе. И знаете, не вагнабринческой, не реформаторской, а такой самой обыкновенной русской православной церкви, московской, для отхата, канонической такой. Слава Богу, сейчас я являюсь архиепископом неканонической, такой живой, реформаторской православной церкви, но тогда я был традиционный священником православным. И вот в Москве бывал я часто, ну, связали там, что я, связали, как стулы, в принципе. Вот, и часто бывал в Москве, и вот в Москве, там, на Рогожке, вот этот как раз уже старец, вот, митрополит, он благоставил мне тогда этот крест. Восьмиконечный старый крест, которому, ну, да, уже больше 300 лет уже. Вот, и, значит, последний его, ну, предпоследний его владелец, если можно сказать, один, там, протопоп, как его называли, старовляческий священник, в Нижнегородской области, губернии тогда же, просто вот он расстреляли. Вот, и потом, когда уже доставали тело, его расстреляли еще тогда в 20-е годы. Вот, и этот крест потом передали вот этому Олимпе Гусеву, который все годы, начиная вот с конца 20-х годов, он у него, до 91-х годов он у него хранился, этот крест. И вот, в 91-м году мне этот крест он благоставил. Я к чему рассказываю, что, вот, если вы открыли восьмиконечный крест, вот, мы проезжали здесь тоже, здесь перестроили под храм, православный такой, значит, крестик поставили тоже, и слава Богу, уже, до молитвы уже, вот, обозначен. Вот, и восьмиконечный крест, он обычно такой же крест, на верхнюю планочку вот это обозначено, так, поярче. Вот, это та надпись, которая над Иисусом была прибита, когда-то, Иисус, Иешуа, да, Иисус, Назарей, из Назарета. Ну, и в чем-либо обвиняли, царь иудейский. Вот, а по ногами планка часто прибивалась римскими плачами, на самом деле планка такая. Вот, ну, касая она в традиции, такой древней, восточной православной традиции, она потому что, как бы, намекает на то, что с двух сторон были распятые злодеи, он был злодеем крещен, убийцем, душегубом этим. И вот эти два разбойника страдали, умирали, злословили, хулили, но один, слава Богу, облагоразумился, и вот он, осознав, что Иисус, ты не за что страдает, казалось бы, они-то, понятно, за дело убиваемые были, а тот и не за что. Как вы видите, не того парня взяли, чисто по-человечески. Вместо него ворам опустили, вот, тоже разбойника, заслуживающего каждого. И вот один из злодеев прекратил гулить, злословить, а наоборот он сказал даже, вспомни мне о Господе в царстве Своем. Иисус сказал ему, ныне же будешь со мной в раю, вот, и умер. Оба этих разбойника, они видели уже мертвое тело Иисуса. Они еще умирали, они еще страдали, Иисус уже отмышался. Вот. Когда Пилату доложили, что уже умер Иисус, он даже удивился, как так быстро, обычно он не похож был на такого слава больного человека, он был здоровым, крепким евреем, и по мнению Пилана он должен был еще долго мучиться, но Иисус уже отмучился. Вот. И когда пришли добить этих людей на крестах, потому что праздник приближался, нехорошо было, как это омрачный праздник, так вот, телами висящими, то у них перебивали боли, ну, болевой шок, плюс еще от души умирали быстро очень люди, тогда, в таком случае. Но, подавляя к Иисусу, они видели действительно, да, точно мертвое оружие. Вот. И, ну, на всякий случай, контролем выстрелом, как говорится, сделали. Один из воинов копьем ударил его в бок, проверить, до конца ли он мертвый? Или, может, от болевого шока он? Сейчас так вот. Нет. Действительно был мертвый. И стекла, кровь и вода. Сегодня медики говорят, что это однозначно показывает на том, что Иисус умер не от удушья, как обычно, умер на крестах, не от потери крови, не от чего-то еще, а именно вот разрывы сердца. Сердце разорвалось всего. Я не верю, что моего Господа было больное сердце, раз порогом. Он был непорочен и с оружием, и внутри. Был зеленый, крепок. Вот. Но его сердце разорвалось от того, что действительно он взял на себя наши немысли, и наши болезни, и рану его, мы исцелились. То есть не только он физически пострадал, как другие люди страдали на крестах, потому что другие люди в Римской империи много свидетельств есть, что страдали даже и больше намного. Вот там восстание Спартака читаешь, там мужу берет вообще. Когда римские палачи расправлялись с этими восставшими рабами, то там были такие здоровые мужики, ну, эти гладиаторы, там отбирали самых-самых крепких, которые там кулаком быка валили насмерть. Вот такие были здоровые богатыри, не выгодные. Вот. И, значит, некоторые из них страдали до трех суток на крестах. И, знаете, вот действительно, Иисус, Он пострадал не просто как человек. Он не только страдал физически, больно, как ими. Он страдал, взяв на себя и все грехи наши, пороки, блуд, предприятие, наркомания, алкоголизм, убийства, все-все-все-все. Люди порой даже не справляются со своим багажом проблем грехов. И много очень людей, и у нас в стране тоже много очень людей по всей планете в тысячи народов каждый день там жизнь свою или прерывают или пытаются покончить с собой. Мы как-то на евангелизацию походили в Киеве, в церкви, и одна женщина покаялась. Она пару раз уже пыталась убить себя, но ее врачи откачивали, спасали. Она много лет депрессии была. И, слава Богу, когда молили за нее, она освободилась от этого духа нечистого, от этого беса самоубийства. Но, представьте, Иисус взял на себя, люди даже отдельно свои проблемы не могут вынести, а Иисус взял проблемы всего человеческого рода. И не только тогдашнего, но и сейчасшнего. Сегодня, когда, казалось бы, грех еще больше увеличился, усилился, Иисус и сегодняшние проблемы взял на себя. Ну, и, конечно, доказательством этого вот все мы собравшиеся и все мы на этой земле сегодня, все верующие, миллионы, миллионы людей об этом следили не стоит. О том, что Иисус живой, о том, что Иисус есть Спаситель, о том, что и я в этом свидетельствую сегодня тоже, что Иисус есть Господь, и Он есть действительно Спаситель мой. И все мои грехи, болезни, немощи были на нем тогда, 2000 лет назад. И я веру это принимаю, и я благодарю Бога за это сегодня в собрании здесь. Конечно, знаете, Бог спасает и наркоманов, и алкоголиков, и конституток, и всех, 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 вот, но Бог спасает и грехи, и войскников, будем так говорить. И вот я однажды в 97-м году уже, до 96-го года я служил священником традиционным. Как и тысячи моих коллег, я совершал служения обычные, которые, ну, винише, мне так говорится, молился многим святым дар, на самом деле, я жив таким образом. Молился я и Богородице, и другим умершим святым, и к ангелам, наивно полагаемым. Я верил, действительно, в это верил, что это есть хадатые посредники к Богу, мои молитвенники Сергею Радонежскому, там, Сергею Мусоровскому, там, многим другим святым молился, и не только, там, великим, известным святым, но и таким, и малоизвестным, и вообще неизвестным фактически, о которых узнавал. Вот, допустим, в Орле, где я начинал свое служение в 87-м году, и в начале 88-го уже до Юре, вот, чтецом он служил, и при Тьявонском в Орле, вот, и, значит, как чтец служил там в себе Лешкина, и, значит, и священник этого храма нашего, он был моим духовным отцом тогда, настоятелем этого храма и моим духовным отцом, когда в 87-м году он показывал мне там могилу одного там старца, Афанасия, который похоронен был в Орле, ну, очень интересно судьбу был человек, я потом узнал о его биографии, сейчас он уже канонизированный, святой, в русской церкви православной религи, тогда он он был вообще неизвестный, фактически никому, но я, как ребенок, могил его, и я взял за себя за правило тоже молиться ему, то есть я молился человеком посредником Бога, знаете, но в 96-м году истина Божьего Слова меня освободила от этого, каким образом вот это осознание, понимание Слова Божьего, Рема, Божьего Слова, что един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус придавший себя для исключения всех, Павел пишет в 1-м послании к Тимофею 2-й глорее и он в 5-м, в 6-м стихе он указывает, что один ходатай посредник Иисуса Христос, много других на Писании, конечно, в 96-м году, когда вот это Божье Слово, оно вернулось в мою судьбу тогда, все полностью переменилось, а в 97-м, я видел сон, вот, Бог говорит нашу жизнь по-разному, порой во сне, ну, нечасто, в моей жизни нечасто во сне Бог говорит, раньше, чаще, сейчас, да я вообще Слов почти не вижу, редко вообще что-то вижу, а путевый тем больше еще реже вижу, что-то такое стоящее, о чем стоило бы задуматься, вот жилье мои там порой что-то снится такое, я же сам разеваю, удивляюсь, вот, а мне обычно ничего не снится, обычно засыпаю, а потом просыпаюсь и ничего не помню, все, как там, вот, но, вот, еще пацаном помню, мне снились сны, да, вот, и я знаю, что Бог говорил во сне, вот, но тогда, в 97-м, через год после выхода из традиционного православия, я видел сон, который очень сильно помог мне во многом разобраться, дело в том, что накануне, днем еще, один, я преподавал тогда в институте библийском, пригласили меня проводить занятия на ту историю христианства, и один из студентов был бывший бандит, и бывший там, зависимый от наркотиков человек лежит, и, в общем-то, после, там, занятий, на перерыве, он подошел ко мне и спросил, батюшка, вы не могли бы, ну, с нами проехаться, вот, после занятий, там, за ту женщину помолиться, она умирает от наркотиков, и, как бы, ну, помолитесь за нее, пожалуйста, ну, покаянием, молитвой, может, помолимся, или за нее, она уже умирает, все, часы остались считаны, и уже не. Он говорит, хорошо, поеду, я там, как раз, смотрел, какие-то, тогда видеокассеты были, по-моему, Тевасян, что-то, там, снимали, там, фильмы, такого ужаса, там, это, в Петербурге, по подвалам снимали, такой ужасный, там, да, там, смотрят, что-то, думаю, ладно, я, как бы, уже смотрел фильм этот, вот, как люди умирали, там, как, спасались, слава богу, вот, и, знаете, но, то, что я увидел, когда меня привезли туда, к той женщине, конечно, было, там даже подвалы в Петербурге отдыхали, женщина была голая, фактически, но и кожа на ней тоже почти не оставалась уже, вот, и, значит, на ногах у нее, сама запомнилась мне, что до кости прогнило уже, вот, ноги у нее, до кости прогнили, вот, значит, она заживо гнила, и у нее, ну, когда квартиру отнюли, то там, такая-то нищая ударила, запах, что, как будто бы тело мертвое лежало давно уже, но к ужасу она была оживающая женщина, то есть она не умирала, она еще оживая была, не могла, вот, и у нее водка прогнила, туда валилась как-то вообще, она не разговаривала, она и не шевелилась, только у нее так на одной руке пальцы шевелились, и глаза шевелились, вот все, что показывало, что она оживающая, в общем-то, и под ней кровать была такая, непонятная кровать, диван, что-то такое, вот, как большой памперс, я помню, ну, пропиталась этой, ноем кровью, вот поэтому вонища такая была страшная просто, и я ее там не вырвала, я, ну, еще как на стол, еще пообидал хорошо, там, еще там, после занятий вас накормили, там, учителей, как все, ой, я там, я чуть не вырвала, я там боролся в первую минуту, чтобы мне, если бы она была четвертая, ладно еще, она оживая была, что это было ужасно вообще, и, хорошо этот брат, он сообразил, видимо, понял, что я не могу сейчас, как бы, даже что-то там сказать, он сам начал, как бы, что-то говорить уже, он у нее уже рывал уже, у этой женщины, и, ну, как придон, как это было еще, значит, он подошел и стал говорить, а я еще думаю, ну, обращаясь к этой женщине, а я думаю, она вообще понимает, слышит хотя бы что-то, думаю, ну, но самое интересное, он говорил ей, если ты слышишь, допустим, да, или как-то он говорил, еще не помню, ну, или понимаешь, принимаешь, как бы, то там, дай знак, как бы, морги, там, два раза, допустим, и вот он, он говорил, а настолько моргал, то есть было понятно, что он все понимает, слышит, вот, но потом, и я смог что-то говорить уже, либо принюхался, не знаю, но, даже дело не принюхался, а в том, что, наверное, знаете в чем, что действительно, вот эта, божья атмосфера, одним словом, она любую-любую атмосферу перебивает, вот это божье присутствие, оно было там, среди лимонищи, среди всего этого, возлагающихся тела, заживо, умирающих, гниющих женщин, вот, и, знаете, я стал говорить к ней, я тоже стал говорить, как тот брат, что если соглашаетесь, то моргните там два раза, дайте знак, как бы, она моргала, или один раз по моргните, допустим, вот, и, я рассказал об Иисусе, о том, что Он взял все наши грехи, немощи на себя, и, что есть дан Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, предложил ей помолиться, она согласилась, моргала глазами, вот, и я в первый раз в жизни видел молитву без слов, она может и радостно сказать, но не могла, потому что у нее там все прогнило, и все оттуда, валилось там, вот, я не знаю, как она живая была вообще, чем она питалась, как она вообще существовала, не знаю даже, честно говоря, вот, и, но она молилась точно, я как художник говорю, я сам художник по своей специальности, до церковной специальности, до 88-го года, моя работа была художником-фагрителем, я заканчивал Оргольское училище художественное, вот, и работал в мастерской тогда, в 85-86-87-е годы, в мастерской, в Орголье, в художественной мастерской, и в фабрике народных промыслов, подрабатывал там еще, вот, значит, обучаясь в училище еще, я уже, наверное, про фабрику народных промыслов, поэтому я ее там еще подрабатывал дополнительно, и, ну, ножки, кстати, там, подносы расписывать, все, вот, но как художник, я больше занимался пейзажем, иногда портретом, иногда, это очень, в основном пейзажем, и знаете, что мне нужно интересно, вот как портретов, я много видал хороших портретов, которые мне нравились в жизни, Восстанцов очень нравились, в Москве когда бывал, я все время приходил в дом-мусей, в Санццово смотрел портреты его, но там, то, что я видел, в 97-м, вот, в той женщине, вот, не было камеры, не было автопорода, но, все равно, ужасно было бы, надо снимать, я не знаю, и не знаю, как было прилично, неприлично, вот, но, я видел молитву глазами, вот, только глаза мне молились, вот, и это, что мне работало, она молилась таким образом, но, когда она молилась, она повторяла точно, сто процентов, за нами все это, то, я понимаю, знаете, что такое было присутствие Бога, что, вот, весь этот ужас, он уже был не такой ужасный вообще, весь этот страх был не такой страшный, вот, вонищи уже, и не вонищи уже, все, все было нормально, но, но, но потом, было следующее, приехал ко мне, когда уже, вот, я мылся, мне казалось, я в кровах весь, этим трупным запахом просто, трупным, и знаете, вечером, когда молился, у меня такие слова, ну, как бы, они, больше в уме, как в уме, там, пометули, словами-то я, говорил немного по-другому, но в уме, как бы, так и пронеслось, что, благодарю тебя Господи, что я не такой же, некоторые люди вот эти, вот, я думаю, слава Богу, что Бог миловал, вот, такие страшные вещи, но я, конечно, мысли был одохнал, потому что она была похожа на мысли такого фарисея, который там пришел помолиться, в храм, и он вроде как бы менее оправданным ушел, вот, как тот внутрь, по сравнению с внутренним, вот, но внутри, я так понял, потом, и сна этого, что эта мысль мне понравилась, упасти Господь вообще, думать о себе лучше, чем о других людях, это вообще, для меня был очень страшный урок, ночью, потому что я во сне видел грязь, с которой Бог меня достал, страшная грязь, и во сне видел грязь других, можно так сказать, людей, с которых он достал, Бог достал разных людей, и в том числе, эту женщину достал, Бог достал, я не видел эту женщину, я не видел других людей, я видел эту грязь, но я знал, что Бог достал разных людей, с этой грязи, И знаете, что интересно? Вот моя грязь, с которой Бог меня достал, я сразу знал, что это моя грязь. Вот почему-то меня не говорили ничего, мне объясняли, я сразу понимал, что это моя грязь, с которой Бог меня достал. Но эта грязь была, она была такой грязной, что в сравнении с ней, и так все, как бы, и плевод, и страшнее, и не один, это не название, потому что это была такая жижа, такое отвращение, ворот такое. По сравнению с ней, грязь других, с которых Бог достал людей, она была не такой грязной, можно сказать, а моя грязь была самая грязная была, ужасная. И больше того, не только грязь это увидел я, и понимал во сне, что это за грязь, но я слышал голос во сне, который говорил во сне, несколько раз одно и то же он сказал во сне. Он сказал следующее, для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи, что ты сейчас имеешь, дороже тем, что ты сейчас имеешь. И вот так мне сколько раз было сказано. И я проснулся. И только я проснулся, только было подумал, надо же, что мне приснилось. И вот хотите верить, хотите нет. Тот же самый голос я слышал, уже явил, уже не во сне, уже наехал уже. Я уже проснулся точно, я не спал абсолютно, я был уже здесь уже все. Я проснулся полностью. Ну и лежал на подушке, это вот первая секунда еще после пробуждения, я даже считал на ночь. Вот это сон. Но это был не просто сон. Потому что тот же самый голос я слышал уже, ну как тихо. Как будто моя мысль и в ней, и внутри, непонятно как. Но я понимал, это тот же самый голос, и он так же звучит, так во сне звучал. И при том, наяву, он сказал мне то же самое, что я во сне, слово в слово. То же самое. И я уже не мог уже подумать, надо же, что это приснилось мне. И с дружей во сне ведет. Знаете, вот эта грязь религиозного культизма, о которой я рассказываю много на семьях разных. Провожу семинары. С 96-го года, с самого того, разные семинары. По истории христианства в основном. Рассказываю о многобожии, проблемах многобожии. То есть, когда люди молятся, кому только не молятся. Хотя, надо только Богом молиться. Один последний, Иисус Христос, Ходатый. Он сам, Иисус сказал ведь, что я искру истинной жизни. И никто не приходит к отцу. Он сказал, как только лишь через него, через Иисуса Христос. Вот. Я почитал иконы, кресты, мощи. Я целовал все это. Я сейчас ношу, пожалуйста, у меня и кресты по ноге. Медонимы епископские, допустим. Но для меня это лишь знаки моего служения. Есть какие-то изображения, допустим. Даже вот кресты, допустим, есть. Я не целую его. И у меня даже никакого желания нету целовать его. Значит, почему? Потому что я знаю, тот, кто во мне, он больше того, кто в мире. Никто на мне. Ничто на мне. А внутри. И Царство Божие внутри меня оно. Оно не там Христос, а не там. Он во мне Христос, но в мобильной славе. И знаете, молюсь за упохой много я, за умерших. На него благая тоже. Я верил, реально верил. До 96-го года я верил в то, что можно живым людям, особенно в священном родителе, обреченным властью определенной духовной, путем разных манипуляций религиозных, там, значит, там, что, проскомедий, там, что-то еще. Вот, совершение служения определенных. Вымаливая души, даже попавшие там в самое пекло, в ад, значит, в дуалю, постепенно в рай. Вот, но я верил в подобную, как бы, в копычках, инлюкенцию. Вот, верил, ну, проскомедию, то, что можно через это причастие спасать людей за умерших. Верил в разные вещи, неправильные вещи. И, слава Богу, в 96-м году я разуверился. Вера Божья, она освободила меня от суеверия. Вот, и... Но, по с ним 97-м, то, что я видел, это меня удивило очень сильно. В глазах Бога Всемогущего, эта грязь религиозного, вот, этого оккультизма, заблуждения, она, вот, еще, можно выразиться, грязнее даже, чем грязь, являясь, ну, такая хрестоматийная бережня, как буду так говорить. Вот это да. И потом я поразмыслил, а много ли спасенных батюшек я знаю? Да единицы я знаю всего лишь. Единицы. Хо. Вот это да, думаю. Но, знаете, Бог признал к этому служению, братья и сестры. Поэтому, пользуясь случаем, я тоже прошу вас, молитесь. Молитесь, конечно, да, спасение всех. Но моя просьба, убедите меня, молитесь наибачу о спасении священнослужителей, о пробуждении правоставных христиан, особенно священников. Вам же лучше будет. Да и всем лучше будет. Потому что, да и мы призваны молиться вообще друг за друга. И таким образом исполнять законы Христов. Не надо друг друга тяпку носить. Пусть достой благословит нас всех в этом. Братья и сестры. И я верю в реформацию, я верю в то, что всякая деформация, деградация, это прошло уже. Потому что будущее за реформацией. Один из отцов древности еще третьего столетия, Киприан Карфагенский, свидетель, Киприан Архиписк Карфагенский, да, он говорил, он был ветер в Северной Африке. Духовного пробуждения тогда. В третьем веке, когда еще наши братья, с вами, сестер, потехи ради, там бросали кальмам в Риге, значит, кальмам. В то время он говорил, одна из его цитат интересных, это рецептор реформанда, церковь непрестанно реформируется. И он доказывал своим современникам, что церковь действительно Божья, Христова навсегда непрестанно реформируется. Или же теформанда, деформируется. Или же реформация, или же деформация. Потому что реформация – это не только ничего нового, это возвращение, хорошо забыто, устарование, это восстановление, это покаяние, исправление. Деформация – это деградация, это порча, уничтожение. Но реформация – это действительно восстановление, покаяние. Сегодня уже я говорила здесь о немного покаянии как раз по-гречески метанойя. Оно и означает действительно разворот на 180 градусов. Так и есть. И даже говорят исследователи, что это слово метанойя использовалось в греческой, в эминской армии, как команда «Крулон» – «Равство». Когда офицер кричал с солдатом «Метанойя, покайтесь!», то они шли в одном направлении, но в движение разворачивались, и шли в противоположное направление. А Бог помилевает всем людям, написанным, повсюду покаяться. То есть двигаться в другом направлении. Развернуться в движение. И потому что в этом мире все сейчас изменяется. Диалетия, господа. Все меняется, и действительно нет ничего статичного, занявшего раз и навсегда. Абсолютно. Вот. И поэтому в движение разворот и направление прямо в противоположную сторону. Господу Богу с помощью. Вот. И это же слово метанойя, оно означает перемена сознания, изменение мышления. Изменение мышления. Да, Бог есть. Но это, в принципе, любой человек больше или меньше разумно понимает, что Бог есть. И что есть вечность. Федор Михайлович Ростоевский писал, что абсолютный атеист – это либо абсолютно негодяй, либо абсолютно дион. Вот. А все остальные люди во что-то верят все равно. И признают какую-то некую силу. Я много молился с атеистами. Я сам вырос из атеистической, в атеистической семье. Глубоко атеистической семье. Поэтому я понимаю, что он говорит. Я знаю молитвы атеистов, которые всю жизнь отрицали Бога. И знаете, но прав был не в душерках. Писал. В великий душерках, да, он уже покойный уже. Он писал следующее, что в окопах атеистов нет. Действительно, в окопах атеистов нет. Я исповедовал старых ветеранов, тех еще, кто воевал в окопах Второй мировой. Был еще порох уникнул, когда в той войне мировой. И знаете, потому что в 91-м году, став священником, как раз так получилось. Я исповедовал много в домах престарелых, тех стариков, которые дожили до того, 91-го года, воевавшие именно над ним. И они признавались, старые коммунисты признавались, отрицавшие Бога, казалось бы. Ни Бога, ни в черта, ни во что не верящий, казалось бы. Ну, так как они заявляли. Но на исповеде они рассказывали, что все равно, большой, молились, молился, признавались. Никому не говорили, даже жене не говорили. После, как в этой стране вернулся, даже жене не рассказывали. Он считал это позором в своей жизни. Но на исповеде, когда уже, ну, уже, тем более, смех в глазах уже. А я там приходилось поведовать. Порой прихожу, на другой день прихожу, уже койки заправили, уже не было. А где-то уже все, уже все. Там каждый день почти неравидит. Там со всей Азанской области свозили как раз. Вот. И, ну, ладно. Так что, дамы и господа, братья и сестры, действительно, метанойя, изменение сознания, перемена мышления, это есть покаяние. И в чем перемена мышления? Что не только Бог есть, а Бог любящий. Бог богатой милостью, богатой сердцем, да, во своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых в преступлении. Вот это действительно меняет мышление. Это действительно, что Бог есть любовь, и что Он любит нас, и возлюбил мир настолько, что отдал самого себя, свою кровь, что за нас пролил. Жизнь свою положил за нас. Единокровность, 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 Сына Своего, Иисуса, на крест. Как, кстати, не даст ли всего остального? Что спасение – это дар Бога. Что бы никто не хвалился, написан дальше так. Не от дел, а по его беды к любви. Жизнь вечная. Слава Богу. Друзья, и в дискотерическом метануе, то в еврейском слове «тшува». Тоже очень, я очень люблю это слово, потому что оно означает именно «возвращение». Вернитесь, Бог говорит, людям своим, всем. Вернитесь. Я верю, что сегодня Его слово именно это. Вернитесь, люди добрые. Вернитесь всем. Давайте жизнь начнем вечную, счастливую, пресчастливую. Слава Богу. И, друзья, ну и благоставляю вас. Сейчас вот я говорю о информации. На носу через неделю, как праздник начинается, информация. Он в Библии только один раз упоминается, правда. В Евангелии от Иоанна. Праздник обновления. Ну, Ханука. Еврейская Ханука, как называется так. А в русском переводе сенадарем «обновление». Обновление перевели как. Вот в 10 главе здесь, интересно, вот в такие самые дни как раз и было. В 22 стихе здесь написано. «Настал же тогда при Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме, притворе Савомонову». И вот в 30 стих именно на Хануку Иисус сказал такое величайшее свое откровение. Он не просто этот праздник почитал, конечно, да, как все евреи, религиозные люди, наоборот, с разных народов даже. Вот. Но он на этот праздник на Хануку как раз и сказал, «В 30 стихе написано «Я и Отец одно». То есть, что настоящее храмоко, настоящее обновление, ну, хамоко это слово переводится как «обновление». Ну, там еще другое история, интересно, «Новоселье» называется. Но «Новоселье» имеется в виду не новый дом, абсолютно, а старый дом, который ты отремонтировал, допустим, да, отреставрировал так, чтобы как бы, или ремонт квартир сделал. И вот въезжаешь в свою старую, новую уже квартиру. Вот. Но имеется в виду обновление храма, конечно. Имеется в виду, ну, сам праздник, он вспоминается, вот, в следующем воскресенье, когда раз вечером зажигаются первые огни Хануки. Вот. И 8 дней подряд, значит, зажигаются эти огни Хануки, ханукальные огни, которые собой вспоминают ту информацию, что подошла еще лет от листа до Христа, до рождения еще, до того, как пришел Спаситель Машеф. В этот мир, 162 года, до рождения еще его, произошло чудо, там, в Иерусалиме, это чудо произошло, когда храм был освобожден от оккупантов, западщиков, язычников, которые оскорнили его. Греко-сирийская армия, Антиоха и Пифана, вот эти вот язычники, они оскорнили храм Божий. Они туда заводили свиней специально, убивали священников, почти всех убили там, в Иерусалиме священников. Вот. Остались только некоторые продажи, которые согласились идолов принести, истуканам жертвы. Вот. И поставили идол Зевса в храме, идол Антиоха и Пифана, другие истуканы поставили, богов разных языческих, эминских. Завели свиней, резали их там в храме, единственное круглое, окропляли храм. Ну, понимая, что для бога Израилева, для бога Абрама, Исаака, Якова, Святая Якова, это есть осквернение. Поэтому делали специально, умышленно все это, захватчики. И, ну, плевать, дьявол всегда очень нагадит на святом, на чистом месте. Вот. И было такое пробуждение такое эмоциональное, такое, было такое восстание евреев. Этих патриотов назвали Макаби, Маковеи, Маковеи. В промоста на традиции обычно об этом не вспоминаем летом. Спас Маковеи. в народе даже, да? Вот, праздник. Вот. Ну, даже многие считают праздник наркоманов. Почему-то у нас, говорят, в Макфии, потому что приносят в храм мак и свящают. На самом деле, это не праздник наркоманов. И вообще, к маку ни одного отношения не имеют. Макавии, а слово Макаби, 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 еврейское слово, означает молот, кувалда. Был такой Иуда Макаби, такой еврейский богатырь, который, у него был кувалд, как кувалда. Вот. И он, с одного удара БК валил. Вот. Но и оружие у него было. У него было оружие, кувалда. Он зашел в кузницу, в кузницу, и в кузницу взял большой молот. Вот, и морудовал, в общем-то. Вот. И не только оккупантов, он в берегах сирийских убивал таким образом, вот, но и истуканов, тоже хорошим истуканов этим молотом. Вот. И мы Иерусалиме, когда они освободили Иерусалим от западщиков, то молотом этим, Иудовак, там уже другие макобеи были, ломали этих истуканов, восстановили служение, но одна была проблема, но очень важная. Знаете ли, все было готово к служению, смещенники очищены, приготовлены были ритуально, жертвы были приготовлены, все было готово, но не было елея масла, чтобы залить эти миноры в светильники, освещающие. А без этого важного элемента невозможно было проводить служение в то время, без зажженной миноры. Но в православной церковной традиции до сих пор традиция соблюдается, и если вы в храмы заходили, допустим, в любой православный храм, то вот так вот, если вы видели, открывается храм, то там семисвежный, семисвежный, вот это как бы, и он зажигается, перед началом служения всегда зажигается семисвежный, как напоминание о той миноре, которая была в храме, иерусалимском храме, в тренинге. И вот, и зажженная минора собой символизировала нашеха, Христа Иисуса, мы с нами, ну, тогда, грядущего еще, вот, для нас уже, пришедшего уже, вот, Христа, спасителя нашего, и свет миноры должен был всегда гореть во время служения всех тем, наибачи, вот, но нашли лишь один кувшинчик, один сосуд, максимально хватило бы на один, на один день горения этого масла. А надо было ждать восемь дней до приготовления нового елея, семь дней очищения ритуального положенного по закону и минимум день приготовления, потому что его приготовляли не путем, там, отжима, как вот, цели, да, лихо-маска, первый отжим, допустим, да, холодный отжим, вот, а это елей, который заливался в те ломбады в храме, в миноре, он приготовлялся из плодов оливок, от тех, значит, которые не добили, а их нарезали. Вот это нарезание. Каждая капелюшечка была очень дорога вот этого елея. Вот, и вот этот елей даже не занимать в этих... Один стол был один мешковшинчик, но Бог сверхъестественно каким-то образом увеличивал этот елей. и этот суточный запас елея горел не один день, как положено Бога и Бог, а восемь дней подряд. Поэтому мы говорим каждый раз, на протяжении больше двух тысяч лет, мы говорим, праздновал праздник, и сам Иисус праздновал праздник, мы говорим, что Бог совершил это чудо там, в Иерусалиме. Но, пусть в минорах нашего сердца всегда будет Божий огонь. Елей, даже если он один кувшинчик, если он в руках Бога, он нескончаемый, он будет гореть, пусть в нашей жизни, до второго пришествия Господа Иисуса Христа. Пусть у нас не будет глупых верующих, которые не взяли с собой елея, которые действительно вот так, вы знаете, все на обосе не обосе. Вот, нет, такого не будет. Пусть будет у нас достаточно елея с собой, божественного елея, Духа Святого. Пусть Бог благословит нас, и пусть в минорах нашего сердца, нашего служения всегда горит Святой Божьей Огонь. Аминь. Слава Богу. И, конечно же, самое главное, что я и Отец одно. Сегодня это каждый верующий знает, и каждый верующий повторяет, я и Отец одно. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя, Благодарю тебя, Боже, за обновление, реформацию, Слово Твое, которое оживотворяет нас. Благодарю тебя, Господь Святой, за братьев, сестер, за то, что в минорах нашего сердца, нашего служения всегда Твой покой, Господь. Во имя Иисуса, если у кого светильники подухают, пусть поправится светильники, Господь. Если не менее, не достаточно, пусть сейчас, в это время, Господь, он заполнится, этот генетный, Господь Божий, в эти миноры, зальется в наше сердце, Господь Божий, и будет запас этот генетный, во имя Христа Иисуса, слава Тебе, Господь. Пусть каждый верующий, может, действительно, как сам Христос, спаситель наш, и брат наш, и Господь наш, он сказал, и царь наш, что я и Отец одно. Благодарю тебя, Господь, за все. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь, лицо Своем на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Спасибо. Спасибо вам. Да, аминь. Да. Спасибо. Аминь. Господи, Господи, Аминь. Аминь. Мы сейчас помолимся за нужды. Потом есть у нас другой служен, черная молитва. Сдай Богу, Господи. Я верю, что у нас все-таки благодарственных молитв больше, чем нужды. Но, тем не менее, мы люди, и нужды у нас есть. И, если вы у кого-то сейчас знаете, есть какие-то животрепещущие нужды, вы можете сейчас сказать вас в этом присутствии. И мы помолимся сейчас Господу, чтобы Господь восполнил нужды. Аминь. За Несангу, это хорошо. У всех неверующих возбудили. За неверующих возбудили. За работу. За работу, за исцеление Вадима. Ну, и за исцеление наших детишек. А также, наверное, еще помолимся за тех братьев, сестер, которых сейчас здесь нет. Но они могли бы быть, чтобы они сюда пришли, чтобы Господь повиловал и душу сохранил. Ну, и поблагодарим Господа за то слово, которое сегодня Он нам давал, за духовную пищу, так давайте помолимся. Да, да, да. За исцеление. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, за Твою защиту, ограду, за Твою кровь святую, которую Ты пронил, за каждого из нас, Господь. Мы благодарим Тебя за сегодняшнее слово, которое Ты нашу, что даровал, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас помил, за то, что Ты нас призвал в себе, Господь, за то, что Ты нас был век Своего призвания, Господь. Благодарим Тебя, Господь, За то, что мы можем быть с Тобой одним, Абла, Отчество, что мы можем быть одним делом с Тобой, Своей Христовым, а Ты нашей главой, Абла, Игорь, Благодарим двумя, Господи, за твою поддержку, Господи. И я прощу Тебя, Господи, Ты благослови каждого, кто здесь есть, Господи, чтобы все эти нужды, все эти желания, Господи, они были восполнены по богатству, по милости, по любви, твоей любящей руки, Господи. Я прошу Тебя, Господи, Ты поднимай, Господи, немощных людей, Господи, которые сейчас в постели, которые боли, Господи, которые нуждаются в Твоем мистерите физическом и волнам, Господь Божий. Я прошу Тебя, Господи, Ты разрушься, Я прошу Тебя, Господи, Я прошу Тебя, Господи,